Глубоко уважаемые коллеги, сегодня на этой мемориальной сессии я хочу прежде всего поблагодарить организаторов за возможность выступить на этой сессии и хочу это сделать в связи с двумя обстоятельствами. Но прежде всего я должна отметить и хочу донести это до всего нашего коллектива исследователей, что имя Фёдора Львовича необычное для нашей области своим большим вкладом и что это вклад не только в вирусный канцерогенез, но и первая публикация российских исследователей в области эпигенетической регуляции в опухолевых клетках была тоже сделана в лаборатории Фёдора Львовича. И вот это направление, развивая это направление, Фёдор Львович как человек и исследователь очень широкий, он обратил внимание и наше, и прежде всего, конечно, это вклад Натальи Петровны Киселёвой в то, что мы занялись проблемой влияния ксенобиотиков на эпигенетическую регуляцию. Надо сказать, что к концу того века ИАРК закончил свою бурную деятельность, опубликовав классификацию канцерогенов, которая всем хорошо известна, и даже закрыл Вивари. То есть казалось бы, что в химическом канцерогенезе все проблемы остались решёнными. Хотя очевидность того, что эпигенетика – это очень важный компонент, она существовала. Но, тем не менее, вот та ясность, которая пришла с пониманием механизмов действия канцерогенных соединений, образования аддуктов, запуск процессов репараций и реализация этих процессов с ошибками. Вот это понимание возникновения мутаций, казалось бы, навело полный порядок в химическом канцерогенезе. Однако, когда мы обратили внимание на эпигенетическую регуляцию различными ксенобиотиками, в этот же момент прозвучал призыв ИАРК. Призыв которой заключался в том, что эпигенетическая регуляция – это новая область, которая исключительно важна, и что мы видим реализацию не только действия генотоксического компонента и канцерогенных соединений, и ксенобиотиков, которые оказывают своё интегральное действие. Геннадий Алексеевич подчёркивал, что действуют малые дозы и действуют интегрально. И вот все эти механизмы необходимо изучать во взаимосвязи. Вот если представлять сам процесс изменения фенотипов в клетке, то получается, что эффект генотоксических соединений – это лишь первый этап, который реализуется на фоне и многочисленных эпигенетических эффектов окружающих ксенобиотиков. И, конечно, это и деметилирование генома, это и аберрантное метилирование, это модификация гистонов, которая реализуется по очень многочисленным механизмам. Это и метилирование, ацетилирование, фосфорилирование, АДФ-ребазилирование, обикветинирование, сумоэлирование и другие модификации гистонов. И надо сказать, что вся эта палитра химического канцерогенеза, она понятна в плане профилактики. Но еще одним важным компонентом является тот компонент, о котором в своих докладах рассказывает Надежда Викторовна Черденцева, это о влиянии микроокружения, то есть и ксенобиотики, и окружение опухолевой клетки может очень сильно изменить и фенотип опухолевой клетки. Мы все хорошо знакомы с экспериментами Беатрисы Минс, когда опухолевые клетки, подсаженные в зиготы, позволяли формирование нормального химерного организма мышей. А подсаживание вместо нормального ядра в яйцеклетке леопардовой лягушки опухолевых клеток приводили к достаточно длительному развитию яйцеклетки, потом зиготы до стадии гастрола. То есть фактически опухолевая клетка нормализовалась под действием ксенобиотиков и окружающей среды. И вот этот фактор опять-таки заставляет нас внимательнее посмотреть на область изучения эпигенетических эффектов ксенобиотиков с целью нормализации фенотипа опухолевой клетки. Надо сказать, что этот вектор уже дал некоторые положительные результаты. И недавно была опубликована работа по нормализации опухолевых клеток при остром лимфобластном лейкозе. Оказалось, что определенные цитокины, запускающие дифференцировку макрофагального моноцитарного ростка, приводят к образованию из клеток позитивных по БРСР-аболь транслокации в нормальные макрофагии. Это потрясающая работа, потому что фактически это был запуск нормализации опухолевой клетки, который реализовался выздоровлением пациентов. Было 5 пациентов, которые прошли эту программу, и у трех произошла нормализация опухолевых клеток. Надо сказать, что эпигенетические эффекты реализуются по очень сложной схеме. И, как я уже говорила, это достаточно сложный процесс, происходящий на многих уровнях. И вот на этой схеме нами добавлена последняя строка, и добавлена она после работы с участием Алекса Ричи, который открыл существование ZDNK. И работа заключалась в том, что экспрессия одной из метилотрансфераз шедазы АДАМ-12 определяется стабилизацией ZDNK. И когда в клетке стабилизация ZDNK осуществляется рядом полиаминов, рядом эндогенных компонентов и определенными белковыми ферментами. И когда эта стабилизация была снята, а она нарушалась в клетках опухолей молочной железы, то шедаза убирала маркеры с опухолевых клеток, и в результате они уходили от иммунологического надзора. Надо сказать, что появилось достаточно много работ по участию в эпигенетической регуляции G-квадроблекс, образующих последовательности, которые в определенных условиях могут принимать как каноническую B-конформацию, так и образовывать G-квадроблексы. Образование G-квадроблексов, естественно, приводит к ингибированию транскрипции, и эти данные были получены уже для целого ряда генов. В нашей лаборатории было проведено исследование совместно с группой биоинформатиков Института Белоозерского, которые проанализировали распространенность G-квадроблекс образующих последовательностей, в промоторных участках различных генов. И та закономерность, которая была нами выявлена, достаточно интересная. Оказалось, что G-квадроблексные последовательности гораздо чаще можно обнаружить в прото-онкогенах, чем в генах-супрессорах опухолевого роста. То есть такая система ингибирования транскрипции вполне очевидна, что она существует. И вот G-квадроблексообразующие последовательности были найдены в очень многих онкогенах, и вот представлен список многочисленных этих онкогенов, где G-квадроблексообразующие последовательности могли... Ну вот, формирование G-квадроблексов должно было приводить к ингибированию соответствующих генов, транскрипции соответствующих генов. Участников эпигенетической регуляции достаточно много, этих ферментов достаточно много, и понятно, что ксенобиотики могут воздействовать на систему эпигенетической регуляции разными путями. Они могут ингибировать сами белки, участвующие в эпигенетической регуляции, могут ингибировать и какие-либо процессы синтеза Г-факторов эпигенетической регуляции. В этом смысле тоже будет такой же эффект подавления функционирования системы эпигенетической регуляции. Ну и, конечно, надо сказать, что вообще система эпигенетической регуляции... Ну вот, Геннадий Алексеевич в своём докладе приводил некую паутину. И здесь надо сказать, что мы тоже попадаем именно в эту же паутину, потому что метаболизм и эпигенетическая регуляция очень тесно между собой связаны. И любое изменение метаболизма определённым образом отражается на уровне эпигенетической регуляции, и в то же время эпигенетическая регуляция, она служит для активации и инактивации определённых метаболических путей. Ну, в частности, с помощью эпигенетической регуляции было показано, что и осуществляется эффект Варбурга по метаболизму глюкозы. Кроме того, обсуждая проблемы участия ксенобиотиков в эпигенетической регуляции, надо сказать, что те данные, которые накоплены по влиянию различных компонентов нашего питания на эту систему регуляции экспрессии, также вполне очевидны. Так известны флавоны-флавоноиды, которые ингибируют доацетилазы и гистоновые ацетилтрансферазы. И на эту тему достаточно много статей, в настоящее время обзоров, которые описывают соединения, проявляющие антиканцерогенные действия. И вот как один из механизмов, понятно, что они действуют по достаточно широкому спектру механизмов, но, тем не менее, вот такой способ подавления доацетилазы и гистоновых ацетилтрансферазы, это является одним из возможных механизмов их антиканцерогенного действия. Кроме того, большое распространение получило информацию о ресвератроле, и когда говорят о красном вине, то все подчеркивают именно содержание там ресвератрола и антиканцерогенное действие этого соединения. И недавно были получены данные о том, что ресвератрол является ДНК-связывающим агентом, что он, ну, так же, как и гистеин из сои, что эти соединения взаимодействуют с ДНК, являются ДНК-связывающими агентами, они не только меняют конформацию самой молекулы биополимера, тем самым влияя на взаимодействие ферментов домашнего хозяйства, но они и препятствуют взаимодействию других ДНК-связывающих соединений, соответственно, с биополимером. То есть наблюдается конкурентное ингибирование, можно так сказать, различных канцерогенных соединений с этими молекулами. Конкурентное ингибирование этими молекулами. Список ксенобиотиков, для которых уже показано влияние на ферменты эпигенетической регуляции, достаточно широк. Это и диол эпоксиды бенспирен, это и циклофосфамид, это табакоспецифические канцерогены. Их эффект показан на разных модельных системах, и действия на эпигенетическую регуляцию уже не вызывают сомнения. Конечно, это диетил стиль бестрол, для которого ранее механизм его канцерогенного действия был неизвестен. С открытием эпигенетического механизма стал понятен механизм действия этого канцерогена. Продолжен список других соединений, которые также оказывают эпигенетический эффект, снижая активность ферментов репарации, изменяя вообще всю эпигенетическую регуляцию, они приводят к тому дисбалансу, который приводит к реализации и спонтанных мутаций более активно, и к активации тех процессов, которые были запущены действующими до этого инициирующими агентами. Появились и данные о соединениях, которые и эндогенные, и экзогенные, которые влияют на структуру ДНК, что они также могут достаточно сильно модулировать работу эпигенетической регуляции. Среди новых соединений, обладающих противоопухолевой активностью, недавно был описан тробексидин. Это соединение, представляющее собой, первоначально был выделен как алкалоид из морского растения Карибского моря, и в настоящее время этот препарат, известный также под названием Йонделис, получил уже широкое распространение в противоопухолевой терапии, поскольку он проявил противоопухолевую активность при лечении миксоидных липосарком, которые достаточно плохо поддаются химиотерапевтическому лечению. Это соединение обладает способностью взаимодействовать с узкой бороздкой ДНК, но оно же и образует эквалентную шивку, и здесь, конечно, это генотоксический эффект вместе с действием узкопорозочного леганта. Но, обратив внимание на это соединение, мы обратили внимание также и на другую группу соединений, которые получили название узкопорозочные леганты. То есть это соединения, которые не способны образовывать эквалентные связи, но, тем не менее, они очень активно взаимодействуют с ДНК и вызывают нарушение ферментов домашнего хозяйства. В частности, ряд из них нарушает работу топа изомераз, и вот Хелксты, известные всем как ДНК-красители, они нарушают работу топа изомераза 1 и приводят в результате к рекомбиногенному эффекту. Кроме того, оказалось, что практически все узкопорозочные леганды могут ингибировать ПАРП. А ПАРП – это та молекула, которая, в общем-то, следит за состоянием молекулы ДНК, и она тоже может запускать изменения в работе ферментов эпигенетической регуляции. И, по сути дела, она является как раз такой молекулой, которая запускает очень многие процессы метаболизма ДНК, репарацией ДНК. И, значит, активация ее происходит двумя путями. ПАРП активируется либо ДНК, когда там имеются разрывы, либо определенными модификациями гистона-4. Оказалось, что среди узкопорозочных легандов имеется целый ряд соединений, которые особо эффективны, и среди них диминозен, который в фармакологической практике используется против паразитарных инфекций. Соответственно, используя этот препарат, мы не нуждаемся в его проведении через клинические испытания и можем фактически сразу испытывать на возможности использования этого препарата как в противоопухолевой терапии, так и в качестве адъювантного компонента. И вот здесь приведены лишь первые результаты наших экспериментов. В этой области вы видите, что он действует не хуже алопариба. Это ингибитор ПАРПа, который в настоящее время проходит клинические испытания как ингибитор достаточно важного репарационного запускающего белка. В настоящее время мы продолжим анализы, исследования возможности использования диминозена в качестве одного из компонентов полихимиотерапии, потому что понятно, что действуя в комбинации с генотоксическим агентом и запрещая репарацию, потому что раз ПАРПа не активируется, то репарация будет снижена, мы усилим эффекты генотоксических соединений, что должно дать хороший эффект в комбинированной химиотерапии. Кроме того, еще одним соединением из этой же группы является соединение СБЛ-137 или известный препарат под названием Кураксин, в настоящее время проходящий клинические испытания в онкологическом центре. И когда нам рассказывали про действие этого соединения, мы решили посмотреть, обладает ли это соединение противоантиканцерогенным действием. Соответственно, был поставлен эксперимент на большой группе животных, и мы использовали ДМГ-канцерогенез, диметилгидрозин – это ракетное топливо, и, соответственно, это канцерогенное соединение имеет достаточно большое распространение, поэтому это не абстрактная модель, а имеющая достаточно хорошую корреляцию с теми процессами, которые могут происходить в окружающей нас жизни. И на этой модели мы показали, что использование Кураксинов уже после экспозиции животных к данному канцерогену приводит к уменьшению в два раза полипов толстой кишки. Как вы видите, и у самцов, и у самок снижается вдвое частота доброкачественных опухолей, а при этом аденокарциномы у самцов исчезли совсем, а у самочек снизились вдвое. То есть эффект данного узкобородочного элеганда достаточно демонстративно на этом эксперименте. Говоря о ксенобиотиках и об их участии в эпигенетической регуляции, я хочу обратить ваше внимание на то, что в настоящее время не существует модельной системы для оценки эпигенетических эффектов различных ксенобиотиков. Вагина Алексеевич подчеркивала, что постоянно появляются новые соединения, новые фармакологические препараты, и знать об этом компоненте активности новых препаратов, конечно, очень важно. Существующие модельные системы, они в основном используют отдельные реакции эпигенетической регуляции, и, соответственно, они дают ответ лишь на очень узкий вопрос о регуляции той или иной частной реакции эпигенетического регулирования транскрипции генома. Мы предположили, что для этих целей возможно использовать систему, созданную в лаборатории Фокс-Чейза, одной из наших коллег, под руководством профессоров Скалка и КАЦ. И эта система была создана первоначально как модель ретровирусной инфекции и анализ процессов подавления эпигенетической регуляции при вирусной инфекции. Соответственно, идея заключалась в том, что отбирается клон, где наблюдается эпигенетическое подавление репортерного гена. То есть, сначала была эта конструкция внесена, потом были отобраны клетки, в которых нет экспрессии GFP, и затем с помощью трихостатина отбирались клетки, которые отвечали активации этого репортерного гена. И проведение нескольких последовательных сортировок привело к получению поликлональной линии или популяции клеток Хиля, в которых по разным механизмам эпигенетическое замалчивание или эпигенетический сайленсинг наблюдался для репортерного гена. Эта система была опробирована в лаборатории ФОКС-СИЗ, и они показали, что в данной популяции содержались клоны клеток, где эпигенетическое молчание наблюдалось по 26 механизмам. Система, естественно, отвечала на стандартные ингибиторы D-ацетилаз и метилтрансфераз, трихостатин и азоцитидин. И вот в данном случае приведена валидация этой системы на известных эпигенетических регуляторах. И затем мы задались вот каким вопросом. Геннадий Алексеевич рассказывал о том, что большинство соединений ксенобиотиков, обладающих канцерогенной активностью, на самом деле являются проканцерогенами, и они требуют активации цитохрома P450. Поскольку линия Хиля – это явно не печёночная линия, то нас волновал вопрос, насколько в ней представлены различные изоформы цитохрома P450. И это про ферменты цитохрома P450 Геннадий Алексеевич немного рассказал, поэтому я не буду останавливаться детально на компонентах этой системы. Но здесь вот в таблице приведены список основных изоформ, играющих большую роль в метаболизме канцерогенных соединений. И, соответственно, мы решили оценить, каким образом в Хиля происходит метаболизм канцерогенов, то есть достаточно ли система активации, полученной нами популяцией клеток. Мы показали, что метаболизм ПАУ идёт, маркером был бенспирен, и мы показали это, и оценивалось количество бенспирена по эффекту шпольского, и мы показали, что у нас со временем инкубации количество бенспирена падает, и оно зависит от количества клеток, то есть метаболизм бенспирен происходил достаточно активно. С помощью... Мы ещё оценили с помощью реал-тайм ПЦР экспрессию различных изоформ, мы получили, что широкий спектр изоформ действительно экспрессируется, за исключением двух из них, однако эти изоформы две появлялись после добавления стандартных индукторов метаболической активации микросомных монооксигеназов. И также мы оценили эффекты в клетках Хиля различных генотоксических соединений, требующих активации, и показали, что эта активация идёт достаточно успешно в этих клетках. Генотоксический эффект по Коми-ТСР, вы видите, достаточно активно происходит. Вот на графиках это всё обсчитано в цифрах. И затем на этой системе мы провели тестирование широкого спектра ксенобиотиков, и показали, что у нас из 75-30 соединений обладают способностью снимать эпигенетическое молчание. И причём впервые мы показали эффекты на эпигенетическую регуляцию таких препаратов противопухолевых, как бортозамид, мимозин, блеомицин, бинкристин, поклитекс, таксил. Ну и, конечно, целый ряд канцерогенов, для которых ранее эпигенетические эффекты не были показаны, также здесь отмечены. В работе... Да, вот ещё на что хотела обратить внимание. Анализируя эпигенетическую регуляцию, нельзя ссылаться лишь на близкую химическую структуру. Мы рассмотрели эпигенетические эффекты двух соединений, которые отличались лисметильно-гидроксильной группой, это ХЕОКС-332-58 и 333-42. И оказалось, что один из них обладает способностью изменять эпигенетическое метилирование, другой этой способностью не обладает и действует только через систему модификации гистонов. То есть даже близкие очень соединения вызывают весьма разные спектры эпигенетического изменения, эпигенетического регулирования. В данной работе принимали участие несколько групп исследователей. Это наш отдел химического канцерогенеза, это МГУ Ломоносова, институт физико-химической биологии Белозерского, группа биоинформатики, это отдел эпигенетики онкоцентра ФОКС-ЧЕС, это онкологический институт Розвилл Парк, Екатерина Гурова, Андрей Пурман и Андрей Путков. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Спасибо большое за сообщение. Можно... Вот один философский вопрос. Вот по поводу различного рода ксинобиотиков, которые вы приводили в список продуктовых. Можно оценить вообще, какие константы связывания они имеют и в каких вообще физиологических концентрациях они потенциально могут как раз ингибировать или иные ферменты, или не могут. И второй вопрос по поводу вашего леганда, для узкоподрочного. А там какая константа была? То есть для него показано связывание? Ну, константа там около 10-7. Это делал Андрей Пурмаль, это делали не мы. Это вот как раз выполнял онкологический институт Розвилл-Парк. Вот. Насчет оценки констант связывания антиканцерогенных соединений, ну, вот то, что я упоминала, ресвератрол, эти данные есть, они в статьях приведены, это статья 2011 года. Если вам интересно, приходите, я вам дам ссылку, вы посмотрите, как там определялось. Они определяли конкурентным замечанием. Я не помню сейчас наизусть. Вот какой процент от этих соединений достигает физиологически активных концентраций? То есть мы, понятно, что мы спекулируем о том, что очень многие химические соединения, низкомолекулярные, ну, практически вот вы возьмете, вот 20% у вас будет связываться с ДНК. Ну, так или иначе. Они достигают вообще, вот, когда, например, едим чеснок, вот физиологические концентрации в таких, что при тех константах связывания, они имели какой-то, ну, более-менее эффект конкурентный, к примеру, и что-то могли действительно реально оказывать. Я бы сказала, что здесь в основном исследователи вот выполнили то, что вы говорите, работу, исходя от константа, только для ресвератрола. То есть для него они определили. А так обычно исследователи идут с другой стороны. То есть сначала обнаружен эффект антиканцерогенный или вот действие на диметилазы и метилтрансферазы. И вот этот вот механизм, он полагается как объяснение того антиканцерогенного действия, которое было получено на больших группах животных. То есть в данном случае вы спрашиваете, а будет ли эффект, а я вам отвечаю, эффект был сначала получен, а потом уже, когда стали анализировать, каким образом этот эффект может быть получен, нашли определенные механизмы, которые, скорее всего, играют роль, поскольку они действительно касаются эпигенетической регуляции. Я понятно ответила?